Мир качественного алкоголя Спортная водка и названа она в честь великого русского композитора И бутылка, кстати, оформлена под его самое популярное произведение «Лебединое озеро» Ну и в целом, внешне бутылка максимально намекает на принадлежность продукта к премиум сегменту Красивое оформление, интересная идея с окошком, где плавают лебеди Матированное софт-тач покрытие и так далее Я долго сомневался, нужно ли называть вообще цену Не знаю, ладно, чтобы сократить вам время на поиск ссылок Вот такая бутылочка 0.5 обойдется вам примерно в 1000 рублей Но это цена пока вот только водка начала-начала появляться Понятно, плюс это интернет-магазин В ваших там крупных сетевых магазинах возле дома Это, возможно, будет, ну, скорее всего, 800-900 рублей Ну и тут нужно уточнить, что водка сама по себе Это, ну, в целом не очень сложный продукт Как по производству, так и в плане органолептики Ее не нужно выдерживать несколько лет в бочке Смешивать разные купажи, разные спирты Коптить над торфом Поэтому вкус даже у хорошей водки, он максимально простой Ну, это просто спирт плюс вода Ну, исходя из этого, я думаю, многие со мной согласятся Всю водку можно разделить на две категории Это плохая водка, где, возможно, некачественное зерновое сырье Не самое современное оборудование использовалось при дистилляции Где присутствуют какие-то сивушные ноты и так далее А есть просто хорошая, мягкая водка, которую хочется купить повторно И вот в целом, для кого водка это просто алкогольный напиток для застолья Для встречи с друзьями Это может быть качественный, но при этом недорогой продукт А для кого водка это не просто алкоголь, а атрибут, который вы как организатор там ресторана Будете использовать для проведения банкетов, фуршетов, каких-то официальных мероприятий Ну, или вы просто хотите сделать хороший подарок старому другу или начальнику Вот здесь к цене обычной хорошей водки добавляется бренд, престижность завода Какая-нибудь легенда или история создания Красивая бутылка, которую не стыдно будет поставить на официальном банкете или вручить в подарок И вот водка Чайковский это как раз продукт из этой второй категории Ну, то есть в плане качества здесь все сделано по ГОСТу Зерновой спирт люкс, сырье высшего качества Налаженное производство, вода из собственной артезианской скважины То есть все, что нужно для качественной водки здесь есть И вдобавок вы получаете красивую бутылку, чтобы не стыдно опять же было поставить на официальном мероприятии Отсюда и получается такая цена Ну и переходим к дегустации Очевидно, в водке, я как и сказал, только два показателя должно быть по сути Это качественная или нет Это все-таки не коньяки И по полчаса здесь выискивать какие-то нюансы вкуса и аромата, ну, не получится Это другой напиток для застолья, для сопровождения к еде Поэтому я, конечно, сейчас попробую вкратце описать, что это за продукт Ну а чтобы повысить градус интересности, добавим в конце еще и пару коктейлей на этой водке Ну а не попсовые, вроде Космополитен или Кровавая Мэрия А такие, которые вы, скорее всего, еще не видели Но при этом они довольно интересные и простые Дома вы легко сможете сделать такие же сами Давайте с аромата Я специально не охлаждал, потому что вот в предыдущий раз я делал даже сравнение водки Мне говорили, ну, в ледяном формате, понятное дело, никаких ароматов ты не почувствуешь Нужно, если дегустировать, то дегустировать именно вот комнатные температуры А когда уже пить там под еду, то, конечно, желательно немножко ее охладить Ну, аромат стандартный, водочный, ничего здесь вот каких-то off-node сивушных не наблюдается Вот стандартная водка, ну, в целом такой мягкий-мягкий аромат Давайте попробуем Сладость такая обволакивающая есть, которая не дает спиртам тебе обжигать рот Вот, то есть такая какая-то защитная смягчающая оболочка сахарная все-таки есть Как будто реально сироп добавили, но сиропа здесь в составе нет Ну и в целом вкус водки, то есть, как я и сказал, это качественный зерновой спирт плюс вода Все, никаких других вкусовых добавок, которые призваны там как-то смягчить или украсить некачественный спирт Самый-самый вот стандартный состав Поэтому, ну, как заключение по этому продукту, я уже сказал вначале, что есть две категории людей, для которых водка это просто алкогольный напиток Как сопровождение там к празднику, для кого-то это вот, я не знаю, повод встретиться со старыми-старыми друзьями Или повод для проведения какого-то официального вечера На официальный вечер, ну, согласитесь, вы не поставите там водку за 300-400 рублей Это все равно должно быть что-то более презентабельное И вот это как раз оно, то есть на подарок, на какой-то официальный фуршет, торжество, встреча там одноклассников 50-летних, я не знаю Вот это вот как раз оно Ну и, как и обещал, теперь сделаем на ней два простых коктейля Первый называется Трендсибирский экспресс В составе облепиха, имбирь, водка и апельсиновый сок Ну и в рецепте, который я нашел в интернете, пишут, что нужно просто немного раздавить в высоком бокале имбирь, добавить 2 кофейные ложки облепихового варенья, водку и без шейкера просто залить все это апельсиновым соком со льдом Но я все равно решил использовать шейкер, потому что так все ингредиенты максимально обводнятся, наберут больше кислорода и лучше смешаются Рецепт с пропорциями у вас на экране и коктейль в конце украшается кружочком апельсина и веточкой розмарина Ну и под стать названию, в баре вам, конечно, должны его подать в таком антуражном бокале, как в старых поездах Ну, для дома пойдет, в общем, и обычный хайбл Ну и в итоге получается такой реально теплый, согревающий морс Ну, а облепиха плюс веточка розмарина делает его прям максимально таким зимним коктейлем Но при этом и я, и человек, который все это шейковал у вас в кадре, сошлись во мнении, что коктейль не сильно сбалансирован Ну и по 20-25 мл апельсинового ликера Triple Sec и свежего лимонного сока добавили бы, помимо теплой согревающей текстуры, еще и кислинку, которая добавила бы сюда вот как раз баланса Так что пробуйте, делайте по-разному, можете экспериментировать Ну, а мы переходим ко второму коктейлю, и он, наоборот, максимально летний И называется он огуречно-ананасовый сауэр Огурец он, в принципе, делает все коктейли такими максимально свежими и летними По составу он тоже максимально простой, и самое сложное, что вам здесь может понадобиться, это миндальный сироп и огуречное пюре Но я уже много раз говорил, сироп вы берете на том же озоне, и за литровую бутылку у вас попросят там всего 300 рублей Ну, а пюре из огурца делается в блендере буквально за пару минут Рецепты и пропорции у вас на экране, все это смешивается теперь в шейкере, и потом тщательно процеживая все это через барное сито, наливаете в бокал со льдом И в итоге у вас получится реально очень вкусный и необычный коктейль Свежая летняя нотка огурца это прямо с нового вкуса, но даже вот немного миндального сиропа добавляет туда яркую такую ореховую нотку сладости А нотки ореха, нотки миндаля на фоне огурца превращаются в такую интересную нотку фисташки А ананасовый сок в составе оттеняет огурец, и в итоге вот на контрасте получается такая свежесть И вот ореховые нотки фисташки добавляются, и экзотическое что-то из-за ананаса, и сладость, вот и кислинка Ну, в общем, этот огуречно-ананасовый саур теперь реально входит в мой личный топ коктейлей на водке, рядом с белым русским и кровавой мэри Если вам понравилось это видео и коктейли в целом, можете поддержать мое видео лайком, я буду только рад Ну и обязательно заходи на мой канал, там еще много интересных видео Всем пока!